МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я помню, первый съезд был в старом ДК «Культура». Люди, чтобы попасть на съезд, приносили из дома стулья. Какая была вера в то, что, создав ассоциацию, будут решаться вопросы и в области оленеводства, язык, культура. Ассоциация ненецкого народа «Есавэй» была образована 12 декабря в далёком 1989 году. В этот же день Ангелина Ордеева была избрана первым её президентом. Как и 26 лет назад, главной задачей общественного движения Ангелина Сергеевна считает сохранение и развитие ненецкого языка и национальной культуры. Я считаю, что всё-таки надо возрождать преподавание ненецкого языка в педагогическом колледже. Пусть будет три человека, пусть будет пять человек. Нужны научные кадры. Мы безмерно благодарны Марии Акорне Барничу. Но вот человек не вечен на земле, а на смену кто придёт? Вопросительный знак. Проблема сохранения и развития ненецкого языка, о которой говорит Ангелина Ордеева, сегодня решается совместно с органами исполнительной власти региона. В ходе работы съезда губернатор округа Игорь Кошин напомнил об одном из последних результатов – возрождении программы по изучению ненецкого языка в школах. В минувшем году они, наконец, получили пособие, выпущенное издательством просвещения специально для нашего округа. Также были оборудованы специализированные классы. Глава региона выразил надежду, что это подтолкнёт молодое поколение к изучению языка своих предков. Важный язык не только сохранить, но и развивать, отметил губернатор. Кроме вопросов сохранения языка и культуры, Ассоциация ЕСАВЭй работает над решением проблем социально-экономической жизни ненецкого народа. Ассоциация имеет право вносить на рассмотрение собрания депутатов проекты законов, которые подлежат обязательному рассмотрению и принятию. Кроме того, представители Ассоциации имеют право участвовать в обязательных общественных слушаниях нормативно-правовых актов по вопросам реализации прав коренных малочисленных народов, проживающих на территории округа. Кстати, ЕСАВЭй в переводе с ненецкого означает «проводник, знающий местность». Опыты, знания членов движения, их работа в законодательной и исполнительной власти округа служат базой для принятия решений, влияющих на качество жизни коренного населения, уверенный глава региона Игорь Кошин. Безусловно, у нас с вами ещё очень много проблем. Очень много проблем в участии наших населённых пунктов. Очень много проблем, связанных с инфраструктурным развитием наших территорий. Очень много проблем с хозяйствами. Вопросов очень много связанных с образованием, с подготовкой кадров. Очень много проблем, и я думаю, не надо о них замалчивать ни в коем случае. О них нужно говорить, нужно искать пути решения. Кульминацией съезда Ассоциации ЕСАВЭй стало избрание нового президента. Искать пути решения общих проблем, возглавлять движение ненецкого народа по защите его законных прав и интересов в ближайшие три года будет Юрий Хатанзейский. Он стал седьмым президентом в истории регионального общественного движения Ассоциация Ненецкого народа ЕСАВЭй. Ему предстоит продолжать большое дело. И, как справедливо отметила первый президент Ассоциации ЕСАВЭй Ангелина Ордеева, самое важное, что должно помогать в этом нелёгком пути – это историческая память. Память о своём роде и предках. Мы все вышли откуда? Из тундры. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Свыше 50 оленеводов и чумработницы из СПК ЕРФИ, ХАРП, семей народовых общин ВТУ, ЕЛУМТ и НЕРУТА приняли участие в соревнованиях «Семенхат-Меретам» – самый быстрый. Состязания оленеводов стали девятыми по счёту и включили в программу гонки на оленях и северное многоборье. Тундровики соревновались в четырёх видов северного многоборья – в тройном национальном прыжке, метании тензея на головке нарты и на дальность в прыжках через нарты. Лучшими в национальных видах спорта стали оленеводы из СПК ЕРФ. Дальше всех прыгнул тройной национальный прыжок Владимир Литков. В прыжках через нарты отличился Владимир Вылка. Самым метким в метании тензея стал Литков Иван, а дальше всех метнул тензей Алексей Литков. Самым зрелищным состязанием стали гонки на оленях и упряжках. Самым быстрым среди мужчин, обладателем золотой медали и главного приза соревнований снегохода «Тикси» стал представитель семейно-родовой общины «Быту» Андрей Евтысый. В женском заезде снегоход завоевал Екатерина Литкова из СПК ЕРФ. Срок эксплуатации зимника продлят ограничением движения транспорта в течение суток. Движение по зимнику Нурин-Марусинск для всех видов техники разрешено только в ночное время. По данным подрядной организации «Транзит», такой график работы планируется сохранить до полного закрытия временной дороги. В настоящий момент для содержания зимника задействовано порядка 10 единиц техники. Постановление о запрете движения механических транспортных средств по зимним дорогам в Тундровой и лесотундровой зонах на территории Нинецкого округа планируется опубликовать в конце апреля. После этого движение по всем зимникам будет запрещено. В прошлом году документ был подписан и опубликован 30 апреля. Получить информацию о состоянии зимника можно перед выездом из города в районе базы Нурин-Мар-Дорием-Строй на информационном табло, а также на экране в центре города. Оперативную информацию в круглосуточном режиме дают в единой дежурно-диспетчерской службе 112 и по телефону подрядчика, обслуживающего дорогу 8 911 650 40 40. Новус, шаффлборд и джакколом. В эти игры теперь будут играть члены общества инвалидов Нинецкого округа. Покупка настольных игр для людей с ограниченными возможностями здоровья стала возможна благодаря полученному гранту. Как играть, а главное победить, рассказали на специальной презентации. Специальная доска и фишки. Это игра джаккола. Голландский бильярд. Правила игры на первый взгляд просты. Игрок должен попасть фишками в специальные домики. За каждое попадание начисляются очки. Но есть исключения. Если сразу во всех домиках закрыты позиции, очки удваиваются. Вот в этом и есть весь азарт. Эту игру, а еще Новус и шаффлборд, общество инвалидов закупило на средства гранта. Из окружного бюджета они получили 60 тысяч рублей. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья могут в полной мере почувствовать себя и морскими волками, и керлингистами. Ведь настольные игры Новус и шаффлборд – прототипы таких игр, как морской бой и керлинг. Они максимально адаптированы под людей с ограниченными возможностями здоровья. На этих играх может играть любой инвалид с любым заболеванием. То будь опорник, или у кого-то даже кисти нет руки. У нас очень интересно было сейчас в Крыму молодой человек. Он вообще, у него нет обоих кистей. Но он все-таки умудрялся, играл и бросал эти фишки. Игры тренируют глазомер, вырабатывают координацию движений и силу воли. Вот сегодня мы тут поиграли. Я смотрю, насколько увлеченно они занимаются. И оказывается, не так просто. И они же все эти игры со смыслом. Они все нацелены на подготовку, не только физическую подготовку для людей с ограниченными возможностями. На поддержание здоровья. Но еще и где-то умственно надо так очень серьезно думать в этом плане. Кстати, состязания по этим настольным играм включены в программу соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья. Представители нашего региона уже выступали на всероссийских соревнованиях. И имеют первые награды. А теперь, по словам председателя общества, медалистов среди членов организации станет намного больше. Ведь сейчас есть где тренироваться и оттачивать приемы. Алена Валей, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Это были все новости к этому часу. Итоги дня подведем, как обычно, в 20.00. Далее прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...